Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня мы сыграем в Инди Хорр, который весит аж целых 2 гига. Поэтому, ребята, не пяти минуточка, настраиваемся, несем всякие вкусняхи, начинаем их поглощать. Желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Ну а мы начинаем играть в игру, которая была сделана, я так понимаю, за 7 дней для какого-то там конкурса прошлогоднего. Создана Джеймсом Муром. Отлично. Я не понял, там кто-то орал или такая скрипучая дверь попалась. Городской исследователь, ты имел попытку и, собственно, ее использовал для того, чтобы исследовать старое здание. Возможно, там даже какая-то паранормальная активность существовала. Все это выглядело как какой-то путь в здание, доступы шли, старые заброшенные туннели. Ты вошел в мужскую дыру и, собственно, выход был блокирован. Ты должен найти пути из этого вонючего здания и выжить. Да, блядь, как обычно, нихуя нового. Так, перед нами лестница и, я так понимаю, это и есть та самая мужская дыра, из которой, я так понимаю, я и пришел. Мы спустились и начинаем исследовать туннельчики. Хорошо, собственно, вот он выход. Мне сюда и нужно, наверное, но нихуя. Ничего так просто не бывает. Туннель, выход, что нужно делать? Инструкция, так сказать, к применению. Ключ от этой двери лежит внутри комнаты, где питание откроет. Короче, где-то, блядь, надо дернуть рычаг, откроется дверь и там будет ключ. Мы, полиция, держим все это под контролем, закрыто. Используем выход, чтобы отправлять отчеты активности в этом месте. Какой-то такой хуйни понаписали. Генератор был, что-то там с ним сломан, может быть, что-то другое. Дверь в комнату. И полезно, чтобы, очень важно, там все сохранилось. Господи, ебаный врод, нахуй мне это все надо? Просто скажите, где лежит ключ, я пойду его и возьму. Ну, да, нам нужно сюда. Вот как раз-таки надо где-то что-то дернуть, загорится зеленая кнопочка и мы туда войдем. А что у нас по звуку? Потому что вроде бы как музыки никакой нет. Звуковые эффекты я слышу. А вдруг в этой игре есть скримеры? Насколько они громкие? Потому что, если честно, в последнее время я все меньше и меньше хочу играть в подобные игры. То есть, ну, вы же, ребята, должны понимать, что время идет, я старею. Здоровье-то, блядь, оно уменьшается. А играя, блядь, в подобные игры, оно уменьшается в геометрической прогрессии. Ну, пока ничего такого не происходит, как бы вообще даже на хор не похоже, если бы не темнота и фонарик в руках. Я бы даже и не сказал, что это прям какая-то инди-хорорятина. Так, сторидж, это у нас, значит, какая-то мастерская, какой-то склад и, может быть, нам даже сюда, но дверь выломана, почему, по какой причине, выглядит на генератор. Ну, так, блядь, заходь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, музыка заиграла. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Начинается, блядь. А можно в эти шкафы залезть? Может, там какой-нибудь инструмент есть, очень важный и полезный. Эм, ну, тележку мы эту отодвинуть не можем, рукой я тоже не дотянусь, поэтому... А, во, подожди, подожди, подожди. Так, хорошо, здесь кто-то уже обитает. Ну, как бы меня это напрягает. Блядь, а если бы я не был настолько настырным... И не подошел во второй раз, я бы и не заметил, что, оказывается, я могу дотянуться до генератора. Непорядок, уважаемый разработчик, надо это продумать. Надо, чтобы... Надо... Я туда-обратно не пойду, хоть я дверь и открыл, мне нужно, наверное, найти какой-то другой обходной путь. Вы видели, какая там хуэрага ходит? А у меня, кроме фонарика-то, вообще ничего... Вообще ничего нет. Там еще было что-то внизу, какой-то проходик, сейчас мы еще и туда сходим. Очередная записка на непонятном нам языке. И внизу должно быть здесь время с местом заброшенным. И мой последний визит сюда, я слышал различные шумы. На моем пути я повстречал какого-то гуманоида. И мы, собственно, тоже его видели. Там тени отбрасывались в разные стороны. Он ходил и шаркал своими ногами. Я подумал, что как бы ничего страшного. Возможно, мои глаза меня обманывают. Но я знал, что на самом деле это происходит здесь и сейчас. Сохрани. Или что, блядь? Сказать я быстро... Короче говоря... Вот оно подтверждение тому, что и мы видели. Нет, чувак, тебе не показалось. Мы тоже видели этого монстра. Ага, получается, я здесь обошел. И внизу генераторная. Так, 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 так. А, нет, почему внизу? Вон она генераторная должна быть здесь. Бегать могу? Вроде бы да. Ага. Ага, ага. Все понял. Так, сейчас мы, значит, вот здесь выходим. И по идее... Что по идее? Fire exit. Вот она, свобода. Нет, нихуя, это не свобода. Куда, блядь, я зашел? Вообще не понимаю. Алло. Какая-то дверь, блядь. Она закрыта. А, нет, открыта. Куда я пришел, блядь? Спокойно. Какие-то ориентиры-то можно вообще поставить? Ну, нам, наверное, туда надо идти. Да, вон она, та самая лестница. Ой, ребята, ой, не к добру. Оно ведь здесь. Оно ждет, оно обитает. Оно дышит. О, сука. Так, здесь его точно не может быть, потому что эта комната была закрыта. Сзади никого. Спокойно, кнопка. Ну-ка, нахуй, что будет? А нихуя? А, ключ! Я же сюда вообще за ключом уже шел. Все сходится. Так, что куда? А теперь этот ключ я должен куда-то вставить. Может быть, даже... Тихо. Он по-любому справа сидит. Нет, никого нет. Так. Пока все получается, ребят. Пока все проходится на изи. Где ты, монстряка? Блядь, как я ненавижу эти ебучие узкие коридоры. Спасибо огромное разработчику, который не вел сюда ссаны и батарейки. Вот это прям вообще респект. Только лишь за один этот момент игре можно уже поставить палец вверх. Ну, только один. А вот все эти туннели, канализации. Ну, знаете, на природе, на свежем воздухе... Ну, как на свежем воздухе? Ну, вы поняли. Все-таки как-то здесь поспокойней. Поэтому можно немножечко раздышаться. С этими, блядь, играми у меня кумастрофобия скоро разовьется. На Сэ мы присели. Оп, проползли. И вышли на кладбище. Так-так-так. Ну, мы пытаемся, я так понимаю, отсюда выбраться. Какой накал страстей, а? Ладно. Что это, блядь, за дом без дверей? Ебать, почему в доме-то коридоры еще уже? Что такое? За мной закрыли дверь. Ага. Так-так-так. Слушайте, а может быть здесь снимают какой-то реалити-шоу? Для богатеньких уебанов. А они сейчас такие там сидят. Вискарь, коньяк, 20-летний хуярят и смотрят. Как я тут мучаюсь и обсираюсь. Все, может быть. Да, скорее всего, так оно и есть. А этот гуманоид, это никто иной, как какой-нибудь там валуев переодетый. Ходит, нас пугает. Поэтому, ребята, ничего страшного. Это шоу, это телевидение. Ничего страшного. Сейчас побегаем, пообсираемся пару часов, а потом нас выпустят, как ни в чем не бывало. Может, даже заплатят. Так-так-так. Ну, что-то это уже нихуя на шоу не похоже. Можно интеракнуться, но в то же время нет. Я, наверное, должен найти голову. И еще одну голову. Мне надо дверь. Господи, боже мой! Да это же полицейский! Офицер! Надо ему сделать искусственное дыхание, ему плохо. Ну, смотрите, аж прутья нахуй в шею, в голову вставили. Так, что-то может где-то можно тут подвинуть, нет? Ладно, идем дальше. Пока двери открываются, поэтому вообще без проблем. Где-то здесь должны быть головы. Желательно головы от скульптур. Человечье мне нахуй нужное. Ага, еще одна дверь. Так-так-так. Ну, и походу начинаются головоломки. Мы можем повзаимодействовать с картинами. Я так понимаю, со всеми ими. В количестве четырех штук. Так, есть еще эти тоже можно двигать. Слава богу, нет! А нам нужна подсказка! Я, конечно, очень часто открывал замки методом подбора и тыка. Но хотелось бы что-нибудь там такое. Ага, записка! Старая записка! Я помню, мне говорили правильную комбинацию, когда все эти конструкции становятся как-то там. И я могу что-то там давать. Однако, зная картины, можно их переворачивать. Да я уже, блядь, это понял! Ты мне скажи, в каком порядке? Они говорили, чтобы закончить этот сет, нужно две ориентированные и цветы нарисованные. Несложно. Один... Чего, блядь, сказано, что Дэйзи, лицо... Ну, собственно, вот она подсказка. Которая мне совершенно ни о чем не говорит. Ну, вот, блядь, две картины с цветами. Значит, нам нужно вот таким вот образом сделать, чтобы они были одинаково ориентированы. Вот, допустим, так, по вертикали. А эту мы делаем по горизонтали. Все, заебись! Хуй там! Я так понимаю, что клетка должна открыться автоматически, когда все будет расставлено, как положено. Так, мы, значит, по часовой стрелочке можем здесь крутить. Но если их сделать по горизонтали, а эту по вертикали... Вот так вот, например, хоть тебе не нравится-то. Я не знаю, блядь, как, что оно открылось. Я как их только тут, блядь, не переворачивал. В общем, ребята, если вы будете играть в эту... Вот так должны, блядь, расположены быть картины. Этот, блядь, цветок с веткой направо уходит. Ромашки как стояли, так и стоят. Эту мы переворачиваем дорогой вправо. И эта картина у меня точно так же и стояла. Я ходил, блядь, поворачивал всяко-разно их. Просто в этот раз я задержался чуть-чуть дольше на этой картине, и дверь какого-то хуя открылась. Я, блядь, не знаю, что это за приколы. Но, пиздец, я негодую. Я уже забыл, что играю в инди-хор. Мне, собственно, уже вообще ни хера не страшно. Поэтому мне нужен хорошенький скример. Ага, а вот, собственно, и тот самый гуманоид, который что-то там взбунтовался. Одну голову я нашел, но мне этого недостаточно. Мне нужна еще одна. А эта сука ведь там будет меня поджидать, уважаемая. Тварина! Может быть, он пойдет? Нахуй? Как ему такой вариант? У него, вон, блядь, есть тело. Пусть его дожирает, сука. Полицейский офицер. Я не знал, куда идти, как ему помочь. Я вошел, я был заблокирован. Два сломанных бюст. Ну, это, знаете, это про меня. Сначала решать головоломки, а потом уже читать описание. Так, блядь, только не говорите, что мне сейчас опять придется дергать эти рамки. Я с ума нахуй сойду. Ты поскрипи мне еще там, ага. А, используй. А, и тихо, 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 тихо. Левый шифт, чтобы бежать. Куда? Куда нахуй? Ебать, тут тупики одни. А вы знаете прекрасно, как я ненавижу лабиринты. Ааа! Да что ты нахуй? И что? И куда? И пизда? Все. Может, фонарь выключить? Оно меня не заметит. Блядь, у меня, походу, было время, чтобы вернуться назад. Ну, ладно, ребят, раз мы уж проебали чё втепель. Оно рядом. Давайте посмотрим. Ужасу в глаза. И постараемся не обосраться. Где ты? Ааа, он, блядь, там, наверное, завис. Ой, бать, да что ты, сука, нахуй? Он, наверное, тоже решает головоломки с картинами, поэтому у нас есть время. Ебаный в рот. Куда тут нахуй идти? Это что, блядь, происходит? Ебаные решётки. Дайте мне голову! Я уже говорю, как маничела. Дверь закрыта. Ага, вижу, вижу. Да хватай ты, еблантий! Ещё и двери на меня открываются. Что за нахуй? Куда бежать? Закрыта, пизда! Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Вот сюда сразу и надо было бежать. Так, замечательно. Ставим головёху. Калитка открывается, и мы, наверное, на свободе. Всё, побежали. Куда бежим? Ты имеешь спасение. Продолжить. Вот такая вот, слушайте, небольшая игрушечка. А весь это же 2 гига. Ну, в принципе, а что можно было ожидать от одного человека, сделавшего эту игру за 7 дней? В принципе, неплохо. Звуки меня, конечно, попугали. Накал такой страстей был под конец побегушки. Ещё есть и одна головоломка. Багов не встречено, но головоломка, конечно, так себе. Хотя, если бы мы прочитали записку и поняли, что нужно делать, тогда бы, наверное, проблем никаких и не было. В принципе, неплохая игрушка. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.